День добрый, ребят! Это я, ваш любимый телеведущий, Женя Попов! Вы смотрите передачу «Принцип пизды». Как вы уже догадались, снаружи холодно, так что будем вести передачу «Из подземелья». Мы с вами давно знакомы, и вы уже знаете это обо мне. Я люблю добрые люди, люблю добрые новости, люблю хорошее настроение. Не бывает так, чтобы я вам рассказывал о чем-то грустном. Но сегодня, сегодня я вынужден изо рта вытащить информацию, которая меня болит не только откуда она выходит, а болит даже туда, куда она входит. Меня болит то, что я сегодня увидел якобы так называемое расследование публикации «Зиарул Дегарде». Что за итальянское имя «Зиарул Дегарде»? Короче, в этой так называемой расследовании рассказывается, что за последние 10 лет наш президент, лидер Всевышний Игорь Донн отдыхал в сейшельских островах, на Мальдивах, в Дубе, в Греции, Хорватии, Австрии. И вы думаете ли, проводил он этот отпуск со своими членами, извините за слово, членами семьи, со всеми. И вопрос возникает, откуда он же бюджетар? В смысле, государство у нас не богатое, он получает деньги от государства, а отдыхать не ху** его совсем. Откуда, откуда? От верблюда, на ну Саша, на налюда, что за вопрос? Я как увидел этот фейковый материал, думаю, ну блин, у нас человек умный, догадается, что это спам, и быстро заводит. Но нет, проплаченные журналюги использовали информацию из этого материала, шеер, шеер, шеер по фейсбуку, и теперь все знают, что у нас президент, не владея никаким бизнесом, получая деньги только от государства, за последние 10 лет отдыхал как актер в порнхабе. Но так как вам уже известно, я, Женя Попов, человек оптимистичный, и я верю, что всегда бабло побеждает добро. Поэтому услышите, пожалуйста, следующий ответ президента Додона на все этот прессинг, который сейчас происходит в обществе. Отлично! Просто поставил их на перетти. Журналюк проклаченных. Слушайте, Игоре Додона. Дин че бани ати ахитат ultimele vacанте, делукт, дин ultими 10 ани, в Малдиве, в Саишелес? Да, дин че 10 ани? Да, че на сла тот с кацанем я? 44. Мы... Возь ла нащтере дам, че вы кинуете? Поисполняйте, я думаю, вас, Радак. Во! Правильно ответил! Почему только 10 лет? Действительно, что это за расследование? Если ты журналист, если ты расследуешь, иди в глубину. Что значит 10 лет? Президенту нашему 44. А ты только 10 лет взял. То, что тебе интересно. А что было 30 лет назад? Что было 40? А 44, что было назад? Да, президент наш тогда был в пиписке отца. Из пиписки отца, в пиписке матери. Он сделал себе эмбрион. Из эмбрион зегот, монозегот. Потом ребенок родился. Вот тогда-то я хочу увидеть фотографии УЗИ. Голову ему Додона на сперматозой. Где он был тогда? Ведь тогда он тоже путешествовал. Что делает сперма из пиписки? Вылетает и летает, 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 летает. Хоп она овулации. Понимаешь? Где фотографии Додона из пиписки? Ху. Друзья, давайте вместе выступим в защиту нашего президента следующими хэштагами в социальных сетях. 44 года назад Додон был в пиписке. Где Додон, там и пиписка. Как сперма отдыхает, так и Додон. Пожалуйста, не забывайте, почему мы с вами родились и живем на этой довольно-таки круглой планете. чтобы каждый день, трудяя гнигулу трудяя, защищать правду и защищать ее во имя Сигранал. На сегодня, ребят, все. Извините за мой нерв, надеюсь не повторится. Вы только что посмотрели передачу «Принцы пизды». Это я, ваш любимый переведущий, Женя Попов. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова